Миллионы телезрителей. Энергия многотысячной арены. Главное спортивное событие страны, в котором звезды хардкора сразятся с элитой американского бокса. Чемпионами, возглавляющими рейтинги Соединенных Штатов Америки. Лучшее завершение года. Стадионный турнир. Хардкор. Боксинг. 25 декабря. Москва. ЦСКА Арена. Вас ждет грандиозное шоу мирового масштаба. Обладатель пояса хардкор-боксинг в тяжелом весе Сослан Азбаров сразится с одним из самых страшных и жестких нокаутеров своей весовой категории. Чемпионом Северной Америки, одержавшим 14 побед, из которых 13 нокаутом. Джоэлом Шорджгреном. Поединок с ожиданием длиною в год, в котором чемпион Хардкор Файтинг Чемпионшип в супертяжелом весе, Тимур Витязь Слащинин, столкнется с бойцом, не знающим поражений в кулачных боях, как же автоматом на врузовы. Возвращение непобежденного чемпиона Хардкор Файтинг, Самата Кыргыза Абдер Ахманова, который сразится с претендентом на чемпионский пояс Бэрнакл, занимающим первую строчку рейтинга своей весовой категории, Элвином Леоном Бридо. Один из самых ожидаемых реванши, жесткий нокаутер, приковывающий внимание миллионов зрителей, Вячеслав Данцик, сойдется с экс-чемпионом Глори, Сауло Камалари. Чемпион мира по версии WBC, с рекордом 10-0, Лендруш Акопян. Против первого номера рейтинга кулачных боев Хардкора, Кирилла Черняева. Незнающий поражения чемпион Хардкор Файтинг, Хайбула Хищник Мусалов, против непобежденного бойца американской лиги Бэрнакл, с рекордом 4-0, Гарьяна Славески. Радмир Кирибуба Абдурахманов, против Ислама Думанова, Андрей Чивотарев, против Виталия Бодрова, Эльнур Сулейманов, против Артура Осипова, Крачек Саакян, против Михаила Тарабрина. 25 декабря. ЦСКА Арена. Билеты уже в продаже. Четырехраундовое противостояние в среднем весе. Владимир Масул! Хайбула, я намерен одержать яркую победу и хорошо заявить о себе. Это будет очень сложный бой для тебя. Хайбула, Мусала! Ого, я тебе желаю подойти к бою в отличной форме. Фишник уходит на охоту. Мастера спорта международного класса и чемпионы мира сегодня продолжат борьбу за право называться чемпионом Гран-при, хардкор-боксинг и главный приз «Квартиру в Москве». Люди хардкора, мы приветствуем вас на всероссийском международном Гран-при по боксу. Самые титулованные и яркие представители бокса сегодня продолжат борьбу за главный приз «Квартиру в Москве». Уже совсем скоро этих ребят будут знать не только в России, но и далеко за ее пределами. Ну и еще, Вов, ты забыл. Второе место «Мерседес» от компании «РТК Шушин». Ну и к слову, в главном бою вечера встретятся бойцы, не знающие поражений. Владимир Мазур и Хайбула, хищник, Мусалов. Это хардкор-боксинг и мы начинаем. Я считаю, что у Лендерша меньше шансов выиграть по боксу, чем это было по кулачке. Может, ты думаешь, именно дыхалки не хватит? А зачем дыхалка, если бой может опять в первом раунде закончить? Ты собираешься первым падать? Владимир Мазур Хайбула Мусалов. Рефери в ринге Александр Калинкин, Сергей Летунов, Антон Шарков и Алексей Козлов. Супервайзер Агеев Олег Викторович. Хронометрист Валерий Вингур. Главный врач турнира Виктория Гомеева. А в комментаторском кресле бессменный, незаменимый, самый лучший, не горячо любимый Александр Сидорин! Всем привет! Мой коллега, лучший журналист по версии Федерации Бокса России, специальный корреспондент Матч ТВ Василий Конов-Младший. И финалист второго сезона Хардкор Файтинг Чемпионшип Лендрош Лико Акопян. Ну а мы переходим к заключительному выпуску одних шестнадцатых Всероссийского Гран-при Хардкор Боксинг. Друзья, ну а перед тем, как перейти к первому бою, мы хотим поблагодарить генерального спонсора Хардкор Боксинг компанию Алимбет. Любой бой на Хардкоре гарантирует прилив адреналина, как и наш партнер компания Алимбет. Всем новым клиентам Алимбет предлагает бонус две тысячи рублей по промокоду ХАРД. А если ты уже в семье Алимбет, то подключайся к бонусному клубу уникальной программе лояльности. Заходи в приложение, повышай свой уровень и зарабатывай щедрые бонусы. Фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20%. Добавь азарта к сегодняшнему вечеру вместе с Алимбет. Прославленный чемпион Эвандер Холифелд говорил, когда ты тренируешься годами, тебе не о чем сожалеть. Даже если ты не успел стать чемпионом, ты все равно стал лучше. Наши участники замотивированы и усиленно готовятся, ведь на кону титул чемпиона хардкор-боксинг. Они уже жаждут выйти в ринг, давайте их встретим и поддержим. И первым, в синий угол я приглашаю боксера из Красноярска. Встречайте, Андрей Ефременко. Меня зовут Андрей Ефременко, я из города Красноярска, мне 30 лет. Пришел на хардкор-боксинг для того, чтобы показать свои силы, ну и это бокс, как-никак, я этим живо, зарабатываю. Я желаю своему сопернику выйти на ринг, а я его вынесу. Используйте спрей WD-40. И его соперник, которого я приглашаю в красный угол ринга и говорю добро пожаловать. Гегам Хчаян из Самары. Зовут меня Гегам Хчаян, город Самара, 26 лет, я мастер спорта России, занимаюсь боксом уже 10 лет. Пришел на хардкор-боксинг, чтобы показать жесткость и стойкость своего характера. Соперник, я знаю, что крепкий парень, но он узнает, какой я крепкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемая публика, и я представляю вам участников поединка. И первым боксера из Красноярска. Он в синем углу. Ему 30. Он мастер спорта по боксу. Чемпион России и чемпион мира среди студентов. В его активе 350 поединков на любительском уровне. И в 320 из них он одержал победу. Намерен одержать ее и над своим соперником, громко заявив о себе на ринге хардкор-боксинг. Давайте поприветствуем Андрей Ефременко. И я представляю соперника, который выйдет на поединок из красного угла. Он представляет Самару. Ему 26. Он мастер спорта по боксу. Победитель всероссийских турниров класса А. В его активе два поединка на профессиональном ринге, которые он завершил в свою пользу. Цель на сегодня показать зрелищный поединок и продолжить свой путь в гран-при хардкор-боксинг. Поприветствуем по прозвищу Гектор Гегам Хчуян. И реферия этого поединка Сергей Летунов. Друзья, приветствуем вас и мы. Вот-вот мы станем свидетелями завершающих боев 1-16 финала гран-при хардкор-боксинг. Всероссийского гран-при, победитель которого получит не або что, а целую квартиру в Москве. Мы, правда, до сих пор не знаем в каком регионе, но я думаю, победитель точно не останется недоволен. Как сегодня уже было ясно, что тоже еще помимо квартиры еще будет и машина завтра. Ну, это финалист, да. То есть, стимул выйти у ребят запредельный, помимо того, что проявить себя, вписать себя в историю, набить просмотров, это еще и хорошее материальное благо. Но сначала надо набить лицо с обедом. Да, да, да. Это правда, это правда. И смотрите, у нас поединок между Андреем Ефременко и Гегам Чаяном. Да, Ефременко, я понимаю, совсем недавно выступал на чемпионате России в Чите, так что он должен находиться плюс-минус в хороших кондициях на момент записи этого карда. И уступил, кстати говоря, в Байкальском крае будущему бронзовому призеру Абдул Кирим Топаеву. Это, кстати говоря, еще один участник Гранд-при Хардкора. Представляете, сколько у нас отличных боксеров, которые зарекомендуют себя на любительском уровне. И Хардкор боксинг дает им шанс проявить себя. И как же серьезно начал. Ефременко, то есть, да, он такие плотные удары кладет прям. Он и по любителям так боксировал. Мы с ним знакомы, тренировались вместе. Очень такой хороший парень с таким сильным ударом тоже любит порубиться. А ну так, если охарактеризовать его как боксер, Ефременко как раз с ним спринговал. То есть, помимо того, что хороший парень, это прекрасно. Да, да. Он жестким ударом. Он жестко бьет. Любит в ближнем бою порубиться. И так он всегда тоже спрингивает. Как вкусно залетает-то. Это прям то, что нужно нам, зрителям. Просто сытно. У него колоссальный опыт. Он и финалистом был России по мужикам. Он и до полуфинала доходил. У него были такие хорошие результаты. Ну и профессионального бокса тоже для него не чушь. В 2019 году два боя в Канаде. Он победных провел Ефременко. К слову, у их Чаяна тоже в сложном списке есть два хороших поединка по профилю. Это два профессионала встретились. Ну, не знаю. Просто двух боев можно называть боксеров уже профессионалами. Ой-ой-ой. Жестко за рову, да? Справа уже который раз. Блин, Ефременко прям заряжен. Очень плотно, да. Прям. Хорошо работает. Чаян в какой-то степени обескуражен чуть-чуть таким началом. Потому что действительно очень много таких плюхов, жестких плюхов от Ефременко залетело в эти стартовые минуты. не тяни, не тяни, не качай, не третий, не третий. не третий. Не стой. Как, Элен, оценишь физическое состояние и фреминг, то есть в плане того, насколько хватает его бака, то, что он любит зарубиться, мы это уже видим? хватает, он нормально. Я думаю, на три раунда точно, у них же три раунда. А три раунда точно его хватит. У него колоссальный опыт. Четырех раундов в боях. Ефременко очень продавливает и гига, мне кажется, чуть-чуть начинает потихонечку... Не ожидал такое чувство. Да, не ожидал, да, по глазам, по крайней мере, видно так, что чуть-чуть он опешил от такого начала жесткого. Но не пасуй все равно. Какие жесткие удары у Ефременко. Это прям по звуку слышно. Даже сквозь перчатку пробивает защиту соперника. Это, наверное, неприятно, только по блоку все равно чувствуется. Да, у Ефременко действительно уже по первому раунду себя зарекомендовал как рубаку знатного. А наши болельщики это очень уважают и ценят. Зачем мне ему инициативу-то отдаешь? Ягам. Ну что, не знаю, кто будет работать? Да работать надо левой рукой. Бу-бу, сюда быстрее. Бу-бу, бу-бу-бу. Взрыв быстрый. Сместился, еще ударил. Ничего, хорошо, поприцельней. Поприцельней. Подвигайся, подвигайся немножко. Да, как ты-то пристрелялся нормально. Да, ну, по-моему. по-моему. Второй раунд. Я уверен, что многие участники гран-при нашего Харкор друг друга прекрасно знают. Да я всех знаю. Я по сплоеносборной был, по юношам, по юниорам с ребятами. Ну и они тоже друг друга знают. Ну это же прекрасно, да? Да, да. Вчера только вроде... Боксерский мир такой тесен. Все друг друга знают. Песочность наша такая маленькая. Ну смотрите, Гигамма во втором раунде так это, видимо, может сделал какие-то выводы за этот маленький перерыв и пошел тоже вперед. Ну интересный оборот начинает будет приобретать. То есть как бы Ефременко как давил, так и давит. Пытается больше, много защитных действий делать корпусом. Ныряет, проваливает, угадает и контратакует. Ну можно сказать, что Ефременко уже в первом раунде все карты на стол выложил? Нет. Играет в открытую или все-таки что-то есть? Я думал, что еще и есть у него. Достать он еще может, мне кажется, козырь из рукава. Ну да. Ну смотри, какой козырь это будет. Туз или шестерка? Не важно на самом деле, какой это будет по значимости. Самое главное, что если это будет козырь для Ефременко... Которому умело пользуются, да? Да, этого может хватить для того, чтобы выиграть бой. Не, ну как Чаян вернулся в поединок во втором раунде. Смотри, тоже жесткие попадания у Гигама получаются. Интересный бой очень. Да, ух-ху-ху. Слева, конечно, боковые у Ефременко хорошие. Правый, по-моему, не попал он все. А вот два предыдущих слева, боковых у него дошли до цели. Ой, Андрея. Нет, второй раунд мне определенно нравится больше в стартовой отрезке. Вот такой обоюд остро получается. Да, и Гигам хорошо отвечает-то, а. Стоп! Бок! Не думаю, что Андрей Ефременко подустал. Мне кажется, это заслуга имену Гигам. Не держать, не держать. Брэй! Работай, Гигам! Работай, Гигам, работай с нами! Ой. Блин, так жестко, прямо аж на себе вы. Эти удары как будто ощущаешь, да. Ну, Чаян, тоже удар, что рада. Хорошая работа. Воля-неволя тут сидишь, уклоняясь. Нет, 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 где-то плечи сам себе подставляет. Какой, да, у нас бой двух жестких боксеров, да? Да, очень интересный бой. Ну, Чаян, такое ощущение, немножко начинает зацикливаться, вот именно на сильном ударе. Может, чаще серийно работает. Ой, ой, ой. Подблежный был очень. Зрелищный, зрелищный раунд получился однозначно. Плотный, 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 да. То есть, как бы по насыщенности ударов, то есть Гигам тут, если в первом чуть опешил, то здесь он как бы проснулся. Ничего, ничего, нормально. Попробуй почтальончика дай ему, раз-два и правой. Зай почтальона ему, раз-два-три, раз-два-три. Всего три раунда. Ну, ты чё, ты чё тупишь-то, а? Гигам, сразу смотри, сразу. С нырком ушел вправо, еще слева ударил, и тут же опять взорвался. Продолжение следует... Секунду-два, просьба покинуть перед его. Единственное, что я смог прочитать по губам, это режь угол. Такой подсказывал для Гигама. Я думаю, что Гуя Ременко уверен, что он выигрывает. Это может быть ошибочное осуждение? Да, но тем не менее. В предыдущих выпусках мы становились зрителями, когда как раз-таки боксер думал, что выигрывает два раунда, а на деле выходил, третий раунд так проводил не очень ярко и оказывал, что раздельным решительным судьям все-таки уступал. Как раз, мне кажется, вот эти раунды будут показать, кто из них лучше окажет этот и, я думаю, тому и дадут победу. Оступился Хачаян. Смотри, как и по этажам поработал Хачаян. И ответочка тут же. Опустил руки и фрейминг, не знаю, пытается дезориентировать таким образом соперника. Классика, когда друг перед другом встали на прямых ногах и бух, бух, бух. Что мы любим? Да, да, да. Очень, ну, бой действительно заставляет смотреть его. Даже, по сути, я разговариваю, не хочется. Хочется смотреть. Согласен. Да, да, да. Именно прямо держать, держать, держать. Сейчас вот нашла коса на камень, только его перерубит. Уже характер оба включили. И вот здесь уже, как-то, сейчас тяжело, но... Никто не сдается сам. Да, никто не сдается, да. И фрейминг очень хорошо работает корпусом. У него очень активная защита такая прям. Интересно, много заставляет Гигама промахиваться. Сейчас хорошо попал. Да, да, да. Вот, опять нырочек. Да, вот. Да, Гигам последней атаки очень много по воздуху Маша. Да, очень хорошо. Ефременко, да, работает в защите. Сейчас провалил хорошо соперника Ефременко. И тут же развивает. Ой, ой, ой. Хорош. Ну, и Гигам показывает, что давай, давай, продолжаем. И все нипочем. Сейчас теперь аперкот хороший в исполнении Ефременко был в клинче. Держи, держи. 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 Да, коллеги, я согласен с вами. В такие моменты прям хочется, не знаю, проглотить язык и смотреть. Каждый не хочет отдать ни пяди Ринга. С его местом. И тут, и три в ответ. И три в ответ. Очень. Очень плотный бой. Очень, очень. Да, сначала один атакует, потом второй, потом снова первый. Да, это потрясающий зрелищный поединок, да. Не берегут, как говорится, ни себя, ни соперника. Да, вот такие бои должны быть, на самом деле. Вот они как раз вот такими боями сейчас себе и зарабатывают славу. И то любительское... То, точнее, ту любовь своих зрителей, которую обычно бойцы... Мне кажется, кстати говоря, в этом поединке проигравшего не должно быть. То есть, в любом случае, даже тому, кому не поднимет руку, он в плюсе. Послуживает, да. Это один из таких зрелищных боев был, мне кажется, в его гран-при. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уважаемая публика! В этом поединке после трех раундов бокса Одержал победу и вышел в следующий раунд гран-при Боксер из синего угла Андрей Евременко Андрей, мы поздравляем тебя с победой Вы показали и правда очень зрелищный бой Ну и как победителю мы передаем тебе слово Всем здравствуйте Всем спасибо большое за поддержку, что пришли Чтобы лейте за этот бокс, топите Очень приятно выступать на таких соревнованиях Всем спасибо Есть что добавить, что сам думаешь по поводу боя Бой довольно равный получился Были ли сомнения, когда выходил в центр ринга? Сомнения как бы они всегда есть Но уверенность нужно в себе развивать И выходить на бой уже уверенным Сюда выходил за победой Конечно соперник упорный На всех соперниках нужно настраиваться И вот что оно и доказало, что соперника не знаю И выходить по-любому придется С сильным соперником Каким бы он ни был Спасибо ему за бой Всем доброго вечера Игам, слово тебе Что думаешь по прошествии трех раундов Такого близкого конкурентного поединка Скажи свое мнение И вообще расскажи свои впечатления От прошлого поединка Всем добрый вечер Что могу сказать Мы, наверное, покричали больше, чем друг друга Били бы сильнее Прямо голоса такие Ну соперник красавчик, молодец Уважение ему Но Надо бы таких побольше бить Чтобы Больше этого попадания убираться Я надеюсь Возможность будет Чтобы Проявить себя И показать Дашу То, что я могу еще лучше подбоксировать Всем спасибо Ощущение хорошее Соперник красавчик Поздравляю Дашу, если не будешь выигрывать Смотри Реванш по-любому будет Вы встретитесь Вы встретитесь После такого боя Сложно, конечно, не встретиться Всем спасибо Подарки от спонсоров Люди хардкора Мы хотим вам представить Нашего партнера Компанию 100 Лото 100 Лото Крупнейший распространитель Лотерей У 100 Лото Каждый месяц В среднем Выигрывает Около 14 Миллионов билетов И еженедельно Появляется 26 новых Лотерейных Миллионеров А для всех новых Пользователей 100 Лото Разыгрывает 100 тысяч рублей Регистрируйтесь С промокодом Участвуй в розыгрыше Призов до 14 декабря И, возможно, именно ты Заберешь главный приз Уважаемая публика А мы продолжаем вечер Поединка в Гран-при 1.16 И на очереди у нас Трехраундовый бой В синий угол ринга Я приглашаю Боксера из Москвы Александр Стамбулцян Всех приветствую Меня зовут Александр Город Гюмри 25 лет Я чемпион Международного турнира И кандидат в мастер спорта По боксу На голых кулаках У меня уже много боев Поэтому я пришел Хардкорбоксинг Про своего соперника Я знаю, что он Восьмикратный чемпион Дагестана Но меня это не пугает Одна квартира у меня Уже в Москве есть Но еще от одной Я не откажусь Так что, Марат, готовься ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И его соперник Который прямо сейчас Выходит в красный угол ринга Я ему говорю Добро пожаловать Хардкорбоксинг Ждет тебя Из Махачкалы Марат Гашимов Я Марат Гашимов Мне 26 лет Я родом из селения Нижи Казанищ Я мастер спорта по боксу Восьмикратный чемпион Дагестана Победитель многих Всероссийских и международных турниров Я пришел сюда Заработать много денег И сделать себе имя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боксеры готовы показать высокий класс Сейчас давайте предоставим им эту возможность Я с удовольствием представлю вам участников этого поединка И первым боксера, который выйдет на центр из синего угла Он из Москвы Ему 25 Мастер спорта по боксу Призер всероссийского турнира на призы Александра Поветкина Он хорошо знаком аудитории хардкора своими зрелищными поединками На голых кулаках И сегодня готов показать все свои лучшие качества На боксерском ринге Дамы и господа Вот он Александр Вырубатя Стамбултан И его соперник Он напротив Выйдет на поединок из красного угла Из Махачкалы Ему 26 Он мастер спорта и восьмикратный чемпион Дагестана по боксу Чемпион Северокавказского федерального округа Многократный чемпион всероссийских и международных турниров И сегодня он настроен оправдать свои большие амбиции в лиге хардкор боксинг Дамы и господа слева от меня встречайте Марат Мирко Гошимов И рефери этого поединка Антон Шарков На середину Итак мы продолжаем И на очередь у нас поединок между боксерами Для которых хардкор уже в принципе известная организация Вырубатя в принципе уже давно всем известен Провел 7 поединков хардкор на голых кулаках Марат Гошимов зарекомендовал себя на стадионном турнире В поединке против Артура Осипова Это к слову как раз таки та ситуация Когда даже несмотря на неудачный исход Можно сделать себе имя Зарекомендовать о себе Именно после того боя Анатолий Слуянов обратил внимание на этого боксера И пригласил его как мы видим в гран-при Соответственно у Гошимова появился второй шанс Проявить себя Ну он действительно проявил себя достаточно ярко На стадионном турнире Там все верили в Артура Однозначно видели его явным фаворитом Но Осипов там испытал колоссальные проблемы С Маратом Как сейчас махнул Александр мимо цели Я как понял эти ребята самые легкие в гран-при Потому что Столбалтян 66 вообще дрался на кулаках А его весовая категория 69 килограмм Соперник Они в принципе это видно что они Легкие они Ну я очень надеюсь что здесь у Столбанцана Здесь получится чуть лучше чем на кулаках Так скажем там какое-то время ему Последнее время не везло ему Ну в любом случае у него положительная статистика На кулаках не ошибаюсь 4-3 Ну тем не менее последние бои просто чуть не... Не, ну мы вернемся к нашим глазам Потому что голые кулаки это все прекрасно Да, но бокс это совершенно другая история По-разному надо готовиться По-разному подходить И в плане тренировок И в моральном плане Как раз да И первое то очень наверное Именно в моральном плане Я думаю особенно Пропускать Очень неприятно Это сечки Это жесткие Это руки даже элементарно ломаются Тоже свои Даже если ты выигрываешь То потом В моменте можно долго Потом восстанавливаться Отходить На первых минутах могу сказать Что очень много Одиночных ударов доходит до цели У Марата Гошимова Прям практически все Его выброшенные удары Доходят Слева сейчас хорошо А Александр очень много бьет По воздуху пока Прям очень много ударов Мимо цели Это так вкратце Что мне бросилось глаза На первых минутах Встреча Бой пока В таком Вялом темпе Вялом темпе Но задает темп Мне кажется Гошимов Он взял Он контролирует дистанцию Самое главное Что в нужный момент Отходит В нужный момент Сближается В момент боя И навязывает свою манеру Навязывает Навязывает Ну в данный момент Можно сказать Что он навязал То есть конкретно В данный момент Навязает Навязает Пят along По корпусу Да Печеночка Печеночка Это да Да кстати говоря Друзья Я хочу вам сказать Что Лендруш Перед боем Сказал Что в этом поединке Конкретно Может быть До срочного завершения И это первый нокаут, технический нокаут в гран-при. Поздравляем Марата с этим достижением. Да, Леандрош, нет вопросов. Ну, к слову, ты не Ванга, но ты этих ребят знаешь. Это прекрасно. Да, поздравляю Марата Гашимова с этим потрясающим выступлением. Но, в принципе, все дифирамбы, все авансы, которые дались ему после поражения от Артура Осипова, мне кажется, он подтвердил с лихвой, то есть человек, красавец, просто браво. Хороший бой, четко. Рефери этого поединка Антон Шарков. Останавливает бой в первом раунде. Время остановки 2 минуты 28 секунд. Победа нокаута Марат Гашимов. Дорогие друзья, ну вот мы и дождались первой нокаут сегодня. Ну и мы поздравляем, естественно, тебя с этим, Марат. Марат, скажи парочку слов после такой шикарной победы. Вова, тебе понравилось? Да, кайф. Самое главное. А так, хочу... Хоть вспотел, да, чуть-чуть вспотел. Да, чуть-чуть. В начале раунда вспал. Братья, хочу поблагодарить соперника и пожелать здоровья ему. В первую очередь, ты настоящий мужик, брат. Во-вторых, спасибо всем, кто болел, переживал. Особенно спасибо моему населению в Нижнем Казанище. Нету, наверное, ни одного жителя, который мне не пишет, не поддерживает. Спасибо всем. Ну, будем дальше. Раз мы начали, будем до упора газовать. Марат, слушай, ну, если ты сегодня победил своего соперника нокаутом в перчатках, что мы, в принципе, сегодня поняли, сложно сделать, планируешь ли ты выступать в каком-то ином виде спорта, в хардкоре? Только бокс, только хардкор боксинг, только любовь. Спасибо. Естественно, мы не можем оставить без слов нашего другого бойца. Александр, слово тебе. Спасибо большое. Хочу поблагодарить свою команду, всех тренеров, друзей всех, кто был рядом и поддерживал меня. Все, спасибо. Спасибо большое. Подарки от спонсоров. И едем дальше. А для следующего поединка в синий угол ринга я приглашаю боксер из Подмосковья. Шахабжон Шукуров. Шукуров Шахабжон Бахтерович. 23 года. Родился в Таджикистане. По национальности узбек. Мастер спорта России по боксу. Чемпион Москвы трехкратный. Чемпион вооруженных сил. Победитель всероссийских международных турниров. Призер первенства России и будущий чемпион Гран-при. Черт возьми. Пришел за победой. Просто в Москве жить дорого. Услышал, что тут квартиру за первое место дают. И пришел однозначно выигрывать и побеждать всех красиво и зрелищно. И его соперник. Добро пожаловать в красный угол ринга. Боксер из Волгограда. Антон Белявский. Меня зовут Белявский Антон. Я из города Волгарского. Мне 22 года. Я чемпион первенства России по кикбоксингу и Кубка России по кикбоксингу. Я пришел на хардкор боксинг забрать первое место. Про моего соперника я знаю, что он хорошая левша. Но я его поймаю справа. Шукуров, держи свою правую руку ближе к корпусу. Продолжение следует. Уважаемая публика, я представляю вам участников этого поединка и первым боксера из синего угла. Он из Балашихи. Ему 23. Он мастер спорта по боксу. Трехкратный чемпион Москвы. Двухкратный чемпион Вооруженных сил Российской Федерации. Призер чемпионата России. Победитель международного турнира в Белоруссии. Победитель международного турнира класса А в Комсомольске на Амуре. В его активе 270 поединков на любительском ринге. Из них в 259 он одержал победу. Встречаем. Он называет себя Дикий Узбек. Шахабжон. Шукуров. И его соперник. Он напротив. Выйдет на поединок из красного угла. Представляет Волгоград. Ему 22. Мастер спорта по кикбоксингу. Победитель первенства России и Кубка России. Он нацелен забрать победу в данном противостоянии. И завоевать не только сердца фанатов бокса, но и титул Гран-при Хардкор Боксинга. Представляющий бойцовский клуб Ром Файтерс. Встречайте. Антон Спартанец Беновский. И рефери этого поединка Александр Степанович Халинкин. Внимательно слушайте команды. Команда Стоп. Прекращение все действия. Команда Брэд. Делаем шаг назад. Пожмите руки. Так, ну что, мы едем дальше. Да, и на очереди третий поединок нашего карда. Предпоследний бой 1-16 финала Гран-при Хардкор Боксинг. И в ринге у нас Шахабжон. Дикий Узбек Шукуров и Антон Беляцкий. Шукуров. Он сам заволыбался. Да, да, да. Может быть на днях просто придумал. Типа сказали, давай придумай какой-нибудь никнейм. Вот он решил скреативить. Возможно, это вообще тренер даже придумал. Нельзя исключать. Кстати говоря, во время интервью было бы интересно спросить про это прозвище. Чтобы он рассказал. Мне кажется, очень многое о боксере можно понять по его прозвищу. И по тому, как оно было получено и придумано. Шукуров, в принципе, прилетел к нам прямиком из Читы. Как и очень многие участники Гран-при. Участник Чемпионата России. Прошедшего в Чите. Да, до медали он не добрался. Но, тем не менее, сам факт участия на таком соревновании. На главном соревновании страны. Это тоже нужно заслужить. Это уже о многом говорит. И как я понимаю, что Шукуров неоднократный участник Чемпионата России. Что красноречиво говорит о его навыках. Двигается тоже хорошо. Так технично. Ну, про Антона Белявского уверенно есть, что рассказать Лендрушу в качестве представления такой открывалки. Бой, гран-при, когда был гран-при у нас по кулачке, с ним второй бой проводил, выиграл досрочно. После этого он на бокс перешел. Ну, вроде так старается. Но по бою, честно скажу, что соперник более такой опытный. Мастеровитый. Да, допомню, что у Белявского два поражения, как я понимаю, в хадкоре. По кулакам, да. По кулакам, да. Ну, и в боксе тоже, по крайней мере, по статистике. В бокс-реке он пока не знает побед. У него тоже два поединка. Одно поражение досрочное и одна ничья. Из такого памятного он выступал в карде Кудряшов-Вагабов в июне этого года. Если не ошибаюсь, как раз его последнее появление на профессиональном ринге. Что мы можем сказать по первым минутам этого раунда? Вот мы так это увлеклись представлением обоих боксеров. Ну, Шахаджан такой он, прям игровик, можно сказать, что на дистанции закручивает. Чувствительный. Сейчас смотрите, как Шукуров зажимает своего соперника. Нет, я поспешил своим словами. По корпусу, да, хороший удар. Неприятно, однозначно для Белявского. Мне кажется, не исключен еще один удар. Ноколок по печени. Да, у нас в прошлом бою Марат Гашимов побаловал, скажем так, затравил досрочными завершениями, такими яркими. Нам было вкусно, и хотим еще, да? Пожалуйста. Еще пожалуйста. Ну, я думаю, каждый из этих боксеров вроде и хочет завершить бою досрочно, но не хочет, чтобы он оказался на месте этого поверженного боксера. Ну, Белявский отвечает на такие вот выпады Шукурова. Хорошо по печени, дорабатывай, дорабатывай, пускай. Да, в углу, кстати говоря, Шукурова, говорят, дорабатывай по печени, дорабатывай, дорабатывай, да. И мне почему-то в этот момент вспомнилась фраза, там, печень по-гасиевски. Просто я вспомнил, как он был ударщик, отправил, говорят, с ударом печени в нокаут. Это просто мысли вслух, извините, ребята. Ну, это, что называется, есть, под собой имеет место быть, да, печень эта, потому что учтились удары по корпусу, именно в область печени, со стороны шахапзона. И я думаю, что сейчас ему в углу дополнительные еще коррективы ведут, скажут, что нужно бить именно больше по корпусу и через корпус уже заходить на голову, да. Все хорошо, да? Но ты чуть-чуть не дорабатываешь на отходе. Ты его провалил и подбили сразу с ударами. Ты кого-то ждешь, размашешься, ты суетишься, чего? Да он не бьет, он не может ударить. В втором раунде еще хуже будет. Через переднюю руку заходи, одиночный правый проваливаешь, он тебя встречает. Заходи через джеб сдвойный и правый встречай. И что ты стоишь на ногах, подвигайся, подергай его. Ты на него падаешь. Он тебя проваливает, ты правый туда летишь, и он тебе кусает. Через переднюю заходи. Через переднюю зашел, правый добавил, вышел. Продолжение следует... Музыка Музыка Лендруш, как тебе поединок? Белявский впечатляет? Белявский не очень, а вот его соперник такой, что Хабон очень хороший. Мне понравилось, как он двигается. Чувствительная левша, по корпусу очень хорошо попадает. Дикий узбек, да? Да. На отходах очень хорошо работает. Парым номером прям чувствую дистанцию, да. Ну и сам тоже, правда, сейчас помахнул. И вот удар по корпусу. Стоп! В исполнении Шукурова только что было. Которого мы как раз и ждали от боксеров в белых шортах. Есть такое впечатление, что Шукуров почувствовал себя в этом поединке. Мне кажется, почувствовал уверенность, что он ведет этот бой. А Беляцкий пока, мне кажется, не в своей тарелке немножко находится в этом поединке. Опять же, этот взгляд со стороны. Ну вот он на отходе очень хорошо работает, Шахаджин. Прям чувствует настолько каждый шаг, каждое движение, полдвижения. Только на него идет и сразу прыгается назад с ударами. Ой, хорошо. Мне кажется, там удар был. Да, да, да. Это должен быть отсчет, да. Он его еще придержал, это самое. Чтобы он не упал сильно жестко. Больно, больно. Видно бы Антон Беляцкий. Разбил нож. Семь. Восемь. Ну, я думал, продолжит Беляцкий поединок. Успеет восстановиться число 10. Ну, как мы и говорили, вот эти удары по корпусу, они имеют свой эффект. Эффект. Наглядный эффект. Здесь, наверное, в принципе, и Шукурову не нужно концентрироваться на удары по корпусу. Надо было немножко скрывать эти удары. О-ой-ой-ой. Ну, вот по защите был, мне кажется, звук от удара по перчаткам. Такой громкий. Так, у нас какая-то заруба пошла, да? Мне кажется, Беляцкий чуть-чуть находится еще в каком-то полуплавающем. В прострации, да? Да, да, да. Шахабжон даже опустил руки и такой уже прям вызывает его, раздергивает, вызывает. Но видно, что полностью удается на поединок Шахабжону. Да, и хотел он опять в очередной раз по печени ударить, но не лег кулак. О-о-о-о! Очень жестко. Да, и по звукам, ребят, было всем вам понятно, что и Беляцкому было больно. Это больно, да. Видим, что лицо у Антона Беляцкого в крови, разбит нос, наверное. Ну, это, в принципе, не мудрено от такого количества пропущенных ударов, акцентированных ударов от соперника. Но, вроде, кстати говоря, сумел восстановиться, потому что, действительно, после этого нокдауна и еще одного пропущенного удара по корпусу, Беляцкий, как мы правильно сказали, находился бы в прострации, в таком неком вакууме в своем мире. Да, да, да. Несколько секунд. Ну, сейчас под занавес тоже и сам попал, и пропустил Беляцкий, как бы, тоже, да, что, ощутимо, достаточный удар. Если это был бы любительский бокс, поединок бы остановили ввиду явного преимущества. Да. Да, скорее всего, наверное. Потому что мы видим большое количество повреждений на лице Антона Беляцкого, про нокдаун, ну… Ну, этим и отличается, про бокс даже… До последнего у тебя пока есть 10 секунд, да, у тебя есть шанс. Как дела? Последний раз. Антох, он устал, через переднюю руку готовь, не кидай одиночные задние, не кидай, ты проваливаешь, он тебя встречает. Через переднюю руку заходи, не залетай, ты туда к нему. Слышишь, обмани его, он корпус все хавает, но после этого тебе надо умудриться защититься на месте и сразу же ударить голову. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, сейчас он уже прям все видит, все чувствует. Да, он настолько прям, что прям… И быстрее бьет, и быстрее двигается, и проваливает, и ныряет, то есть… Ну, посмотрим, как успел восстановиться Антон Белявский и что у него осталось припасено на заключительный третий раунд. Честно говоря, я сомневаюсь, что что-то, наверное, такое будет неожиданно. Вот опять смотрите у Шукурова, удар по корпусу хороший проходит. И джебы накидывает, да. Как суета какая-то появилась последние несколько секунд на ринге, и что в исполнении Шукурова может сейчас потерять. Но Шукуров тоже чуть-чуть подустал. И от этого, наверное, такое впечатление, да? Да, да. Чуть-чуть точность потихоньку, чуть-чуть пропала Шукурова. Да, он точнее, но чуть-чуть, мне кажется, прицел подзбился тоже. Ну, хотя Шукуров не особо выглядит уставшим таким. Да, понятное дело, что он закислился, уже не первой свежести. Но, прям, что сказать, человек устал. Ну, хотя, из чего вдруг ему было устать-то? Ну, он, в принципе, выигрывает по бою. Сам чувствует, наверное, больше так. Надеюсь, желание выгоднику утирует у досрочных соперника тоже, чтобы красиво, чтобы он, как минимум, стал вторым, кто досрочно завершил поединок в этом гран-при. Но нокдаун его к тебе и есть. Кстати говоря, это первый нокдаун в нашем гран-при. Да, вот, мы уже любим быть в какой-то степени переоткрывателями. Да, это первый нокдаун у нас считанный на стадии 1-16 финала гран-при. Прошу прощения, уже заговариваю потихонечку. Ну, бой, как понимаю, подходит своему логическому завершению. Там осталось меньше минуты, ни у кого нет никаких сомнений в исходе. Ну, нам надо досмотреть, естественно. Потому что все может решиться одним ударом, как я уже кидал эту фразу. Он капу выбрал, выплюнул до Антона Белявски. Интересный этап. Попал. Потянуть время, отдохнуть, чтобы дотянуть поединок до конца. Наверное, такая мотивация у Антона Белявского в данном стоит. Других соревнований, наверное, нет. Ему просто тяжело, капу ему мешает. Угол Шахов-Жона хочет, чтобы он досрочно выиграл. 100%. Да, заканчивается бой. Все. 10 секунд. 10 секунд. Мы услышали характерный сигнал. Ух ты! Ну что, поздравляю Шахов-Жона, Шукурова с победой. Я не хочу ни в коем случае оскорбить Антона Белявского. И моя мысль заключается в том, что преимущество одного боксера над вторым было настолько убедительным, что нечего просто добавить. Да, это прям заметно было. 100% Уважаемые дамы и господа, в этом поединке после трех раундов бокса. Единогласным решением судейской бригады одержал победу и вышел в следующий раунд гран-при боец из синего угла Шахов-Жон Шукуров. Аплодисменты Знаете, перед тем, как передать слово победителю, мне хотелось бы отметить, что географически потрясающий поединок. Вы только представьте, спартанец против дикого узбека. Когда такое было? Только у нас на хардкор-боксинг. Ну и, конечно, слово победителю. Шахов-Жон, прошу. Добрый вечер, дорогие зрители хардкора. Всех приветствую, всем асалам алейкум. Спасибо большое за такой теплый прием и поддержку. Хочу поблагодарить своего соперника Антона Беляевского. Очень достойный парень. Надеюсь, в дальнейшем он будет лучше готовиться, у него все еще впереди победа. Ух, немного запутался. Хотел по поводу своего прозвища сказать. На самом деле я не дикый узбек, там просто как-то ошибка случилась. Можно сказать, я самый домашний узбек, который есть. А так, спасибо большое моему тренеру, Надору Саяну, Борис Калинин. Боец 21 века. Ребята поддерживают. Тренируемся, готовимся. В принципе, все. Всем спасибо большое. Очень рад был выступить и дебютировать на хардкор-боксинг. Гран-при тем более. Я, как и говорил прежде, перед боем, что я заберу этот гран-при. И дай бог я это обязательно сделаю. Спасибо большое еще раз. Небольшой вопрос по поводу гран-при. Насколько я знаю, ты не очень крупный, в принципе, для весовой категории 79. Что будешь делать с более крупными ребятами? Я, как всегда, я все время боксировал 75 кг. И у меня все время был недовесок. 71, 72, 73. И все время я брался скоростью, да, как бы. Боксировал на свой неудобной стойке, левша, скорость, маневры. Все как обычно, буду делать то, что я умею. И с каждым боем улучшать свои навыки. Я обязательно это докажу. Делаем, а не только словами. Обещаю. А как с братом будете делить дальнейшее первенство? Дай бог, дай бог. Нас свели до полуфинала. Будет бой. Я думаю, выиграет сильнейший. А дальнейшем посмотрим, как будет. Спасибо. А говори, что домашний узбек. Спасибо. Ты с братом решил драться. Антон, можно тебя на пару слов? Что можешь сказать по прошествии поединка? Твои первые впечатления и эмоции? Всех приветствую, друзья. Всем спасибо за поддержку. Ну, не получилось. Левша. Очень мало опыта против левши. Не знал, что делать. Да и не готовились на левшу. Поэтому чуть запутанный был. Не знаю. Не ищусь оправданий. Проиграл, проиграл тут. И что сказать. Больше тренироваться. Больше чуть-чуть боксерской эстетики. С кикбоксинга очень сложно переходить. Совсем не то. Поэтому сделаем все возможное. И хочу шанс воспользоваться. Передать слова благодарности и привет моей команде. Всем ребятам. Будем работать дальше. Всем спасибо. Спасибо за бой. Подарки от спонсоров. И переходим к следующему поединку. Друзья, мы рады представить вам нашего нового партнера. Компанию РТК Шушин. РТК Шушин. Профессионалы. Специализирующиеся на грузовых перевозках любой сложности. Как по территории России, так и за ее пределами. Большой автопарк и отличная репутация компании. Говорят сами за себя. РТК Шушинг активно поддерживает бокс в России. Помогая развитию этого вида спорта. Помнить об истории и создавать свое новое наследие. Это совместный путь хардкор боксинг и РТК Шушинг. Рязанская транспортная компания. Надежный партнер российского бокса. Дамы и господа, мы продолжаем одну шестнадцатую гран-при. Хардкор боксинг. И прямо сейчас в синий угол ринга я приглашаю боксера из Казани. Сергей Сергеев. Всех приветствую. Меня зовут Сергеев Сергей Сергеевич. Мне 22 года. Я из набережной Челнов, Республика Татарстан. Я призер чемпионата России среди молодежи. Чемпион Приложского федерального округа. Призер Кубка мира среди нефтяных стран. Чемпион универсиады. Про своего соперника я знаю, что он старенький. Я желаю, чтобы он успевал за моими ударами. Потому что они будут очень быстрыми. А в красный угол ринга приглашается соперник Тарон Аганисян. Я Аганисян Тарон. Город Ту, 32 года. Победили гран-при Ту трехкратный. Неоднократный чемпион центрального федерального округа. Неоднократный чемпион локомотива. Неоднократный призер чемпиона Динамо. Двухкратный призер чемпиона России среди сотрудников МВД. Бокс у меня в сердце. Я пришел показать, чего я стою. Своему сопернику хочу сказать, ты хорош, но я лучше. И я представляю вам участников этого поединка. И первым боксера, который выйдет на центр из синего угла. Ему 22. Мастер спорта по боксу из Казани. Он является чемпионом Спартакеада России среди молодежи. Чемпионом универсиада России. Чемпионом международных турниров в Буснии и Герцеговине, Сербии и Китае. Призер Кубка мира среди нефтяных стран. Его интересует только главный приз лиги хардкор боксинг. И ничего больше. Вот он. Давайте его поприветствуем. Сергей. Сергей. И напротив. Через ринг его соперник. Он выйдет на поединок из красного угла. Ему 31. Он мастер спорта по боксу. Кандидат мастера спорта по кикбоксингу. И кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Двухкратный призер чемпионата России среди сотрудников МВД. Трехкратный победитель гран-при Тулы класса А. Призер всероссийского чемпионата общества Динамо. Поприветствуем. Вот он, дамы и господа. Тарон Белый Ужас Аганисян. И рефери этого поединка Алексей Козлов. На середину. Пожали руки. Команда внимательно слушает. Друзья, нас ждет заключительный бой 1-16 финала гран-при хардкор боксинг. Поединок между Сергеевым и Тароном Аганисяном. Для обоих профессиональный ринг, как я понимаю, в новинку. Все их достижения были добыты на любительском ринге. Оба имеют опыт выступления на национальных чемпионатах. Сергей Сергеев, как и многочисленные участники нашего гран-при, приехал к нам из Читы, где недавно завершился чемпионат России. Так что... Конечно, в антропометрии разница. Колоссальная, да. То есть наголовая разница, да. Я сразу обратил на это внимание. Вот с Леном уже обсуждали, когда я Тароном увидел, чтобы посмотреть, какая будет колоссальная разница в росте. На ноги наступать. От этого интересно, как Аганисян будет сближаться на дистанции, прорезать. Да, как Сергей будет использовать свои руки. Да. Вот у нас уже интрига образовалась, исходя из антропометрических показателей. Еще один левша получается. В будущем бою тоже. Сейчас будет доходиться. Да, много левшей на самом деле. Смотрите, пару раз у Аганисяна уже получилось сократить дистанцию и в неудобное положение Сергеева поставить. Держать, держать. Как давно Сергеев узнал, что у него соперник будет настолько ниже ростом? Успел ли он подготовиться к данному оппоненту? Все-таки, наверное, тоже специфика какая-то присутствует. Я думаю, этот вопрос лучше задать мячмейкеру. Но да, специфика по-любому есть. Опять же, вот у нас яркий представитель тоже. Лендорш у нас тоже невеликан. Да, да, да. Но в то же время он умеет подбирать ключи. Темпом давит. Стоп. Мы сейчас, говоря про разницу в росте, ни в коем случае не говорим про отсутствие шансов у Аганисяна. Мы просто констатируем, как он будет сближаться и находить эти самые ключи. У Лендорша это получается. Теперь мы будем смотреть по числе у Тарона. Пока что, честно сказать, он больше так... Суетоновый, да? Да, такой больше суетливый. И мне кажется, этот вес далеко не его. Не толкает. Ну, Гран-при только в полутяжелом весе, поэтому здесь... Хорошо. Ну, Сергей-то тоже далеко не самый мощный представитель этого веса. И поэтому даже если вдруг он пройдет, то дальше там такие есть крепыши прям. Прыг! По шагу назад. Да, все-таки попадает Аганисян периодически. Даже частенько по отступающему Сергею, который пытается, наверное, выйти на удобную для него, там, не знаю, среднюю или дальнюю дистанцию. Вот, правильно, смотри, Сергей. Не толкает. Вытягивает джеб и контролирует оппонента. Последние несколько секунд мы это видим. Хорошо. Стоп! Стоп! По затылку, не мать. Закончился первый раунд. Наверное, тут какие-то выводы делать преждевременные. Я думаю, давайте дождемся действительно второго отрезка, как показывает практика этого гран-при. А мы уже посмотрели всю стадию 1.16. Там ребята раскрываются где-то на третьей минуте второго раунда. И как раз тогда уже становится понятно, кто и что из себя представляет. Когда уже и первая усталость пройдет, и ты успеешь раскрыться. Ударить удары. Ударить удары. Ударить удары. Ударить удары. Ударить удары. Все нормально, дублируй удары. Одиночные хорошо, конечно, но когда ты будешь переводить с головы на корпус, с корпуса на голову, будет намного лучше. ДПО ТОНДИМЕР ДПО ТОНДИМЕР Посмотрим, что мы видим во втором отрезке этой встречи. Ну, на самом деле, я думаю, плюс-минус, скорее всего, пройдет, наверное, всю дистанцию. В игроке Торон изменит свою тактику. А вряд ли у Сергеева вот на части появится какой-то нокаутирующий удар, да? Если только кто-то не устанет после второго. Второму надо больше сближаться, больше прижимать. Он чуть-чуть просто застаивается. Но это же понимает Сергеев, и как раз-таки его задача не дать им изближаться. Сергей хорошо встречается снизу-сбоку. Он разбивает, и как только Торон перекрывается, он сразу смещается. Бокс, не отворачивайся. Сейчас пара жестких ударов у Сергеева получилась. У него все удары снизу-сбоку, он бьет снизу и сбоку. Сейчас застоял Сергеев, да, как услышал меня и сразу решил отступить. Ну, не на повышенных скоростях проходит этот поединок, это 100%. Не толкай. Какого-то искрометного бокса мы тоже, наверное, с вами не видим на данный момент. За толк внимательный, как раз. Ну, судя по тому, что, да, то, что не может Торон переломить. Пускай Торон не может просопротивляться такому высокому сопернику. То есть, может быть, по боксерским навыкам он в чем-то даже превосходит Сергеева. Но вот именно эта разница в тормометрии, она сейчас имеет определяющее значение. Ну, вот даже сейчас, получается, смотрите, Аганисян пытался, пытался достать, достать. И в итоге сам нарвался на вот этот жесткий встречный удар. Как и сейчас, да. Как раз-таки Сергеев находит свой бокс. Ну, Сергеев здесь, да, уже начинает избирательно так бить. Выборочные какие-то те или иные моменты. То есть, насыпает, насыпает, наслаивает. То есть, красиво проваливает Аганисяна на себя и пользуется контратакой. Сергей, походу, все уже почувствовал. Что ведет, да? Да, спокойно работает. Ну, уже руки совсем, он не поднимает практически. Ну, и Аганисян тоже почему-то не взорвается. Я думаю, он тоже же понимает, что пока… У него уже не получается бросать. Ну, накидали уже столько, что он… Вот, и попал. Вот ему надо вот так работать. Прижимать, бить постоянно корпус. Накид, накид, нагнетать, нагнетать. Да, я понимаю, что это тяжело, это очень энергозатратно, но… Ну, три раунда можно на три раунда выложиться. Время! Вот у него такая работа… Как он в конце поработал, так и должен. Ну, думаю, все равно второго раунда за Сергея. Да, во втором, сто процентов за Сергея. Лапшинчик. Вот у меня шунчара… Шунчашиняк. 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 У меня табаки есть, давай, месить. Отлично, все. Паш, поймай, все, он сдох. Ты можешь нормально, всегда есть. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Шунчашиняк. Красный угол, выходим. Красный угол, выходим. Красный угол, выходим. На середину руки пожали. Последний раунд. Капа. Бокс. Сергею не надо ближний бой. Он вроде не устал. Ой, ой, ой. Толкань, толкань. Стоп, стоп. Снимайте. Предупреждение, да? За удары по затылку, да? Ну, он сейчас пытается Аганисян зажать соперника. К этому удавалось в концовке второго раунда. Но быстро Сергеев вышел из этой ситуации и накидывает так по-любительски удары свои даже. Чисто на очки, на впечатления судей, в общем. Да, значительно больше ударов проходит у Сергеева. Это надо признать. И в этом отрезке. Он работает серийно. Там, не знаю, по 3-4-5 ударов за атаку у Сергеева проходит. Не знаю, стоит ли ждать каких-то изменений от Аганисяна в действиях в оставшееся время. Мне кажется, рисунок определился и четко зафиксировался с этого боя. Александр. Сто процентов согласен с вами, Василий. И на самом деле, некоторыми моментами, мне кажется, что вот-вот и Аганисян может пропустить этот последний удар. Я не думаю, что он будет хоть нокаутирующий. Тут как-то даже близко к... Ну, накопительная система. Просто все три раунда он накидывает, накидывает, да, принимал и может это сказаться. Не, но одно дело, если бы он принимал по корпусу, там это мог бы еще по ней какой-то накопительный. А тут, ну... По голове, по голове. По голове, да, это больно. Но ни у Сергеева я не вижу ни одного такого жесткого и серьезного удара, который даже чем-то был опасен для... Кто? Ну, может быть... Ну, он так легко накидывает, но очень хорошо попадает, да? Да, и количество, просто количество уже. Оно именно количество, сколько уже там накопилось за третий раунд? Не, ну, я думаю, поединок продлится все дистанции. Тут я пока не вижу предпосылок за срочное завершение. Ну, если только кто-то из них реально сам от усталости не упадет, как Лендруж сказал вначале, да? Да, да, да. Ну, хорошо, что он не гаджи дерется, да. Да, смотри, и Сергеев по корпусу начал работать. Раз, два по корпусу. Ну, да, к логическому завершению подходит поединок. Я думаю, так же, как и в предыдущем бою, не должно быть вопросов касательно победителя этого гран-при. И Сергеев уже совсем руки опустил, он уже настолько расслаблен был, угрозу не чувствовал, что он там. Ну, я думаю, он как и мы дожидались окончания этого поединка. Да, ребят, закончился начальный этап 1-16 финала гран-при. И все, первые победители стали известны. Мы познакомились с боксерами. Дальше больше, дальше интереснее. Нам осталось только дождаться, как я уже сказал в предыдущем бою, фиксации решения, да? А потом интервью и поедем дальше. И так, уважаемые дамы и господа, в этом поединке, после трех раундов бокса. Единогласным решением судейской бригады одержал победу и вышел в следующий раунд гран-при Сергей Сергеев! Ну что ж, по традиции начнем с победителя этого боя. Сергей, тебе слово. Всех приветствую. Хочу поблагодарить хайкор боксинг в лице Анатолия Сульянова, что дал мне возможность отбоксировать на этом турнире и участвовать в гран-при. Хочу сказать то, что я благодарен своим родным, близким, что меня поддерживают в этом пути. И дай бог я покажу красивые бои на хайкор боксинг. И вы увидите, дай бог, нового чемпиона. Так, с богом. Всем спасибо большое за поддержку. И большое уважение своему сопернику. Это был отличный бой. Надеюсь, всем понравилось. Спасибо большое. Еще раз поздравляем и передаем микрофон твоему оппоненту, сопернику Торону. Всем привет. Спасибо моему сопернику за такой хороший бой. Всем спасибо, что смотрели. Я с 98-го года боксирую на ринге. Я в 98-го родился. Спасибо за бой. Спасибо. Ну что ж, подарки от спонсоров и переходим к следующему поединку. А для следующего поединка в синий угол ринга приглашается боксер из Таджикистана Иса Пилипенко. Иса Пилипенко родом с Таджикистана. У меня было достижение КМС по армейскому рукопашному бою. И дальше я ушел по ПММА. А соперники знают, что я выступал в кулачке, показывает хороший напористый стиль. Также он приезжал к нам в зал, готовился. Поэтому плюс-минус понимаю, что он может. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И его соперник, которого я приглашаю в красный угол ринга. Он из России. Замир Мамедов. Меня зовут Мамедов Замир. Мне 32 года, я из города Самары. Многократный чемпион международных турниров. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу. Я пришел на хардкорбоксинг, чтобы показать свои умения и заработать денег. Про своего оппонента знаю, что Исаак крепкий, духовитый парень. Мы даже как-то вместе тренировались у одного тренера в Махачкале. Я пожелаю боя без травм и всех благ. Уважаемая публика, я представляю вам участников этого тренера. И первым боксером, который выйдет на центр из синего угла. Он из Таджикистана. Город Сарбант. Ему 29 лет. При росте 178 сантиметров. Он кандидат мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Первый боец в истории хардкора, который проведет бои во всех трех дисциплинах. ММА. Кулачные поединки. И сегодня представляет нам свой дебют в боксе. Дамы и господа, поприветствуем Исаак кровопускатель Пелеменков. В красном углу ринга. Боксер из Самары. Ему 31. При росте 170 сантиметров. И он чемпион мира и чемпион Европы по кикбоксингу. Четвертый номер полулегкого дивизиона хардкор FC до 66 килограммов. Сегодня он намерен доказать, что его удар в боксерской перчатке не менее опасен, чем удар на голых кулаках. Давайте поприветствуем его за мир Кремень Мамеда. И рефери этого поединка Антон Шарков. Вчера, на середину. Коснитесь с перчатками. Да, и вот подошло время со главного события этого карда. Иса Апилипенко, Замир Мамедов. Бойцы, которые хорошо знакомы всем любителям хардкора. Много поединков каждый из них провел в этой организации. Успел обзавестись фанатской базой. Как правильно уже было анонсировано, что Иса Апилипенко уже стал, получается, первым бойцом, который выступал. И в кулачке, и в ММА, и в боксе. Правильно же, да? Да, да, да. Абсолютно верно. Посмотрим, чем завершится этот бой. У Замира тоже интересная статистика. Все его победы в хардкор кулачке были добыты досрочно. Вот посмотрим, сможет ли... Во-первых, понятное дело, что Замир намерен победить. И сможет ли он сделать это досрочно. Понятное дело, что у кровопускателя совершенно другие планы на этот поединок. Тем он и прекрасен. И это 66 килограммов, да. Леандруш, как коллега по цеху, как можешь характеризовать каждого из них? Ну, Исы бои, честно, я не смотрел. А вот за Замира вообще, ну и болел, смотрел за ним, за его карьерой. Он такой жесткий парень по кулакам. Правда, у него бои такие досрочные. Но по боксу они оба не боксеры. Интересно, да, понаблюдайте. Ну, кстати говоря, у Исы есть два боя по профессиональному боксу, если не ошибаюсь. Да, в этом же году он его проводил. Он очень талантливый человек во всем себе попробовал. Во всем, да. Как в одном из предыдущих кардов Сослан Асбаров Кобра сказал, а так, у меня есть и в боксе пояс, у меня есть и в кулачке пояс. Так, чего-то мне не хватает. Правда, мы пытались выплатить, сколько же ему нужно времени на подготовку для выступления в ММА. Сослан такому конкретно не ответил, да, Саша? Да, да, он сказал, ладно, подумаем, говорит, теперь давайте. И не исключено, что мы можем Сослана увидеть еще и в ММА тоже. Да, пока мы видим, как Мамедов жестко пытается действовать против соперника своего, навязать свою манеру. В моменте он просто бьет серию и зачастую пробивает ее на месте, чуть не посылая по суток, скажем, вперед, а именно на месте. Ну, две атаки подряд у Мамедова получились таким образом, что джеб и удар правый по корпусу, и оба. Причем я вижу покраснение на корпусе ИСы, да, видно, прочувствовал это попадание на себе. Ну, Лендарш уже говорил, что Замир жесткий парень, он идет постоянно вперед, бьет жестко, пытается в каждый удар вкладываться. Ну, ИСа тоже матерый парень. Нет, ИСа бесспорно матерый, да, причем он очень неплохо набрал на руках. Он молодец, он прям действительно вырос. Да, но про Замир могу сказать, что для такого веса, как 66 килограммов, он прям очень фактурно выглядит. Я бы так и не сказал, что он столько весен, исходя из-за его рельефности, так скажем. Так, небольшая пауза у нас в ринге, под конец как раз-таки первого раунда. Напоминаем, что это четырехраундовое противостояние, потому что предыдущие это три раунда по три минуты. Это формат Грапри, 1-16 финала. А сейчас у нас классический бой харкор-боксинга. Замир поинтереснее было, да, в этом раунде? Более так агрессивно шел. Ну, наверное, да, в этом раунде, да, он поинтереснее был. Весь корпус красный, вот отсюда видно. Заканчиваю корпус, понял? Два в гола, тренер корпус, раз, два, три, три, четыре корпуса, понял? Больше карьеры, больше джеба, больше джеба, что ты ему дали свою работу делать. Все хорошо, замер, держи его в напряжении, ударил, защитился, повторил хотя бы одним. И снова на нем, понял? Кап, покажи. Второй раунд от... Тактика, да, получается, если он действительно спланировал первый раунд? Ну да, если я себе, то это так, да. Как раз сейчас увидим, я думаю, ответ на наш вопрос должен быть в конце этого раунда, в начале следующего. Если мы действительно так думаем. Не жди, не жди, не жди, не жди! Не жди, Сан! Больше двое, больше двое, раз, два! Не жди! Да, такое впечатление, что Замир так выцеливает, выцеливает. И хочет донести вот этот один или два жестких удара. В первом раунде вот частенько получалось, но мне кажется, что у Исы тоже что-то действительно припасено в рукаве. Ну как по корпусу снова, а Замир хорошо падает. Работа, не мешайте, работа! Снизу! Интересно, может ли этот поединок завершиться достаточно? Я думаю, да. Ну в любой момент один из них может пропустить, они идут в рубку и в размашистую достаточно рубку. Аккуратнее головой! Но я бы все-таки обратил внимание на удары по корпусу Мамедова. Ну правда, они... Да, да, да. Они прям отчетки. И все-таки чуть размашистые получаются и жестко заходят. Причем это же не единичное попадание, а у Замир это из раунда в раунд получается по нескольких таких точных ударов относительно. Сто процентов, да, конечно, здесь нет. Ух, вот снова мы видели, да, как попал по корпусу, а? Ну и все надо отдать тоже, но у него с характером все в порядке, с терпелкой тоже все в порядке, и поэтому... Ну и пресс в него подкачан, да, может и так это больно принимать такие удары. Нам бы, наверное, было бы больнее, да? Стоп! Ну не знаю, не знаю. Ну я про себя говорю, ладно. Мне бы было точно больно. Ну мы, в принципе, тобой не по 66 килограмм повесим, да? Стоп! Стоп! Я готов и побороться с ним просто. Ну, навыки есть, да, а опыт выступления в ММА тоже присутствует. Замир не классический боксер, он размашет, он сильный, вот его тактика, она ему помогала в кулачке. То есть он вот этими мощными сильными ударами просто разбивал, перебивал, цеплял, да, сечки, сечки там и так далее, нокауты. Вот, но здесь она сильно не работает, такте, ну, машет, да, но сказать, что прям работает, она так и должна работать. Нет, чуть-чуть не хватает, мне кажется, вот именно ног за миру чуть бы получше подвигаться, поближе подойти. Да, ты уже очень много хочешь, правда, сразу, то есть человек работает серийно, видно, что не просто бьет по грушу, а еще изучает, как надо правильно боксировать, это прямо отчетливо видно. Ну, работа ногами-то там тоже с годами приходит. Не, бесспорно, да, но когда ты идешь уже, если на, что называется, на вотчину боксеров, то надо идти уже. Но он же идет не против боксера, правильно, на поединку. Тоже верно, согласен. Он идет на бой, против своего коллеги по цеху, грубо говоря. Ну, Вася, ну, что ты начал, нормально же общались. Ну, ладно, все, помолчу, все, 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 я скрылся. Я в домике, не трогайте меня. Доставай, правда, доставай, два раунда надо уже забирать, понял? Слушай, все хорошо, не отдавай инициативу, понял? Да, давай замер, надо этого, выложиться, понял? Продолжение следует. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я промолчал, ребята. Так, смотрим бой. Четвертый раунд, 4 часа, это, мне кажется, слишком много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, по крайней мере, на них не скучно смотреть. То есть, каждый из них, они пытаются из любого положения зарубиться. То есть, из любого положения, да, он такой пытается вложиться в каждый удар. И это стоит посмотреть. Согласен, полностью здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне что очень нравится, что в одном, что в втором, они реально полностью себя отдают в ринге. То есть, да, может быть, там какие-то шероховатости в плане техники. Мы же тоже, блин, понимаем прекрасно, что это ребята со всем другим бэкграундом выходят. Но при этом, блин, много у них получается в плане бокса. Не-не-не, как минимум, у них не отнять характер и желание драться. Это сто процентов зачастую делает бои. Как раз, а не просто техника и тактика. Для ИСы, конечно, неудобно. Соперник в лице Замира этот человек с жесткими ударами. Мне кажется, если бы ИСа... О-о-о-о! Сейчас чуть повело ИСу. Мне кажется, выживает в данную секунду. Он все равно находит в себе силы ИСа на отличание. Ну, Замира тоже голова деревянная. Он столько уже пропустил. Как, блин, да, прям. Как в слоу-но, да, все это происходит? Эти удары, они капли потом, или разлетаются. Покраснение, конечно, на лице ИСы. Какого-то урона явного у Замира я не вижу, если честно. Да, ну, урона нету, да, но... Ну, по крайней мере, видимого, я не знаю. Он давит, давит. У него манера физическая такая, да. Он идет, я говорю, в каждый удар вкладывается. Он будто хочет нокаута. А вот сейчас ИСа неплохо провалил соперника. Правда, не хватило расстояния площадочки этой. И вот конец третьего раунда. Ух ты, смотри, побело интересно от этого встречного джеба сейчас Замира. Ой, что это? Ну... Бой интересный. То есть он просто проходит на встречных курсах. И, в принципе, да, Замир давит, но ИСа готов принимать. Тяжело, но что-то характер кучи. Пойди на него, просто пойди, пойди на него. Замир, все нормально, да? Спокойненько, не опускай руки, не лети. Левый, левый. Печень у него частенько открыта. Да, ты как себя чувствуешь в порядке? И терпи, Замир. Печень у него. Капа, покажи. Еще раз, пожмите руки. Три раунда прошли, чтобы Александр сказал. Ну, я бы, наверное, Замир отдал. 2-1 по раундам или 3-0? Вот, в чем вопрос самый главный. Вот у меня вопрос в третьем раунде. То есть первые два с Замиром, на мой взгляд, это... Блин, а вот третий. Что же может быть? Я бы третий дал. Все три. Да, я бы, наверное, тоже. Три отдал, все равно он чуть-чуть проигрывает. Больше попадает, больше вперед идет. Я просто озвучил тот раунд, где Иса более конкурентно выглядел. Третий бой. Третий раунд. А так, судим, виднее. Мы наблюдаем отличный поединок, отличные какие-то характеристики. Я для себя почерпнул и в исполнении Исы Пилипенко, и в исполнении Замира Мамедова. То есть пусть это и кулачники, но мне их боксов к исполнению вполне по душе, если честно. Ну, так скажем, это далеко не самый плохой бой именно кулачников по боксу, да. По боксу, да. Потому что мы видели значительно хуже поединка. Знаете, как, если бы был какой-то соперник, там, боксер, мне кажется, бой не был бы таким более зрелищным, чем вот два таких более драчуна вышли. Ну, там же, например, того же Замира бы боксер профессионально отгасил бы, наверное. Да, сушил бы и от этого различнее было. Ну, я как-то боксер вижу отсюда, когда он там моментами хочет ударить, а прям видны эти удары. По технике можно было бы как-то обыграть. Но это говорит о том, что он может жестко ударить все равно. Мы это уже поняли, мне кажется, по первым 10 секундам этого боя, что он и в перчатке боится. Вот, пожалуйста, Иса перехватывает, начинай. Вот это подсказа. Даже нас перекрикивают, надо увеличивать волю и нам, да. Да, да, да. Иса попадает, попадает. И я говорю, у него очень крепкий удар, и он с характером, и у него все в порядке. Просто сейчас ему надо идти и бить. Идти и бить он, у него есть все шансы, потому что Замира ведет. Замир реально пропустил несколько очень хороших ударов. Да, мы видим, что тяжеловато, да, Замиру в данный момент. Ну, Иса тоже в нем накопилось. Я думаю, мы сейчас будем свидетельны большого количества клинчиков до конца этого раунда. Да, лучшим инвеститором будет, я думаю, что Замира, скорее всего. Ну, да, конечно, подсказ. Скорее, эмоциональный такой был упал. У кого-то капа выпала, стоп. В замеру. В замеру, да? Такая пауза образовалась. Сюда, тормози, сюда смотри давай. Исан хочет домой просто отдохнуть. В очередной раз замеры пропускают, да. Четвертый раунд прям, Пилипенко преобразился. Ну, лучше что. И вот концовочка. Давайте зарубить. Ну, это прям вот реально заруба. Заруба, заруба. Заруба. Молодцы. Хороший четвертый раунд. Да, хороший, шикарный бой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемый опубликаем. В этом поединке после четырех раундов бокса единогласным решением судейской бригады победу одержал... Замир! Замир! Мамеда! Замир, ну что тут сказать? Что тут сказать? Ты просто лишний раз оправдал свое прозвище Кремень. Особенно это было видно по четвертому раунду, как из последних сил ты вытаскивал свою победу. Ну и естественно, Замир, я хочу передать этот микрофон тебе. Здорово, братан, ты тоже теперь здесь? Представляешь. Пока не забыл, красивая речь после боя не моя тема. Я поблагодарю свой клуб «Витязь» и всех, кто там меня поддерживает. Спасибо хардкору. А так, всем мира и добра я желаю от души. Спасибо. Поздравляю тебя, Замир, ты действительно показал крутейшее противостояние. Ты действительно Кремень. Молодец. Отдеши, отдеши. Естественно, Иса, мы не можем оставить тебя без твоих слов. Ты бился как кровопускатель. Здесь тоже вопросов не может быть. Прошу, микрофон тебе. Спасибо за эту организацию. Вечерность тебе, спасибо. Хорошо. Извини за... Вот. Хотел бы попросить вот лигу там. Анатолия, я готов каждый месяц драться. Замир красавчик, я к этому бою готов был. Никаких у меня отмазок нет. Он реальный Кремень. Бывал на зале, приезжал на сборы, я его знаю. Поэтому красава, молодец. Все, а так... Иса, ну я не могу тебя не спросить, ну реально, куда дальше? Ты же бился вообще во всех возможных дисциплинах хардкора. Вот. Ну, пока вот готов драться на кулачке или на боксе, в принципе. Ну на руках. Я думаю, руководство лиги тебя услышит и обязательно выйдет с предложением по следующим твоим поединкам. Ты большой молодец. Вы закатили действительно хорошую рубку за миром. Хочу еще раз поаплодировать. Это действительно достойно. Соглавного события вечера. Спасибо. Берегите природу, любите животных. Спасибо. Ну что ж, подарки от спонсоров и переходим к главному событию сегодняшнего вечера. А перед следующим боем мы хотим поблагодарить наших партнеров и друзей лиги сеть фитнес-клубов «Прайд». Профессиональные тренеры, действующие чемпионы России, Европы и мира. Современные тренажеры и комфортная спа-зона. Все это фитнес-клуб «Прайд». «Прайд». Будь с нами. Будь первым. Друзья, а следующие участники, кого я хочу пригласить в ринг, встретятся 25 декабря на ЦСКА-арене. Лендру Шалеко Акопян, Кирилл Тольятти Черняев. Встречаем! Ну что ж, ребят, начнем с тебя, Лендру Шалеко. У вас уже было противостояние по кулачке, сейчас это бокс. Как ты думаешь, как пройдет это противостояние? Я как слышал, что Кирилл не против, как раз у нас с ним незаконно. Там история была, то, что я случайно попал, он быстро остановили бой. Все, спокойно, успокойся. Приграл, я приграл. И мы на этом вопрос закрыли. Все, 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 все. Возьмите руку и мы закрыли тему эту. Сейчас бокс, преимущества, конечно, у меня больше. Я тебе желаю, чтобы ты 25 числа хорошо подготовился. Я думаю, что ты молодой, у тебя хорошие перспективы и ты постоянно растешь. И я уверен, что мы покажем хороший бой, но на этот раз уже без грязного трэш-тока. И на хорошем уважении мы покажем триличный бой по боксу. Кирилл, а что же все-таки приготовишь ты? Ну, как Лендруш правильно сказал, я молодой, я развиваюсь. С каждым боем, от боя к бою я становлюсь все лучше и лучше. И на бой по правилам бокса с Лендрушем я выйду в иной форме, нежели была в нашем бою на голых кулаках. И я скажу то, что я считаю, что у Лендруша меньше шансов выиграть по боксу, чем это было по кулачке. Это четыре раунда или сколько у нас будет раундов? Это три минуты, он после второго раунда задышит и все уже знают эту историю. Почему ты думаешь, ты думаешь именно дыхалки не хватит? Я не знаю, проверим. А зачем дыхалка, если бой может опять в первом раунде закончить? Ты собираешься первым падать? Я падать. Кирилл мой, да, и уладывается. О-о-о-о-о-о! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это как Лендруш! Держи, 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 братан! Да он едет, да, с трудом уже ходит Кирилл, ноги у него загуляли сейчас. Как-то вроде такая история уже у нас была. Кто-то упал в первом раунде. Но было дело. Было дело, можно второй раз так повторить. Так что аккуратнее за словами. Дыхалка за это не переживай, я подготовлюсь очень хорошо, никакой недооценки. Были ошибки у меня в прошлом, но эти ошибки я исправил. У всех были ошибки в прошлом, но все работаем над ошибками. Все. Даже как-то все слишком хорошо и мило. Знаешь, даже это был вроде бы не грязный трэш-ток, как Лен уже сказал, а милый трэш-ток. Ты упадешь? Нет, ты упадешь. Спасибо. Спасибо, ребята. Мы переходим к главному, к чему мы вообще вели сейчас. Но самое главное 25-го, конечно, будет. Встречным ударом отправляет соперника в нокдаун в Тольятти. Кирилл Красавчик. Победу одерживает боец из красного угла. Кирилл Красавчик. Кирилл Красавчик. Друзья, наш генеральный партнер Компания Alibet запустила акцию Максимальный драйв Принять участие крайне легко Просто заряжайте на любые события И выигрывайте наикрутейшие призы Toyota Land Cruiser Toyota Camry PlayStation 5 13-е айфоны Ну и аккурат под Новый год уже по традиции Alibet среди вас разыграет новенький Dillent Wagen Поэтому переходи по ссылке в закрепленном комментарии И принимай участие в акции Максимальный драйв от компании Alibet Люди хардкора Настало время главного поединка этого карда Я с удовольствием представляю вам четырехраундовое противостояние в среднем весе И первым в синий угол ринга приглашаю боксера из Москвы Владимир Мазур Меня окружают хорошие люди Которые меня поддерживают и помогают мне в подготовке И естественно мы уверены в нашей победе Тренер по личным причинам не может появляться сейчас на тренировках Но он дистанционно дает задания Помогает и в принципе курирует всю мою подготовку В моей подготовке сейчас помогает мне Тимур Никулин Он в принципе не дает нашей команде соскучиться И всегда поможет в спаррингах Поддержит лапы И в принципе моральный дух команды держит на высоте Владимир Мазур я уверен в том, что это будущий чемпион хардкорфайтинга Это новая звезда, которая будет гореть долго и ярко Я уверен, что у него все получится в плане боя с Хайбулой Потому что Хайбула таких сильных и крепких ребят еще не встречал на своем пути Ну может быть когда в 2014 он бил и посерьезно ребят Но вот сейчас уровень оппозиции у него немножко снизился А вот Мазур именно заставит всех зрителей не только взволноваться и взбудоражиться в этот бой В 7 лет меня отец отдал в спорт Начал я заниматься тэквондо На протяжении 7 лет я занимался Потом потихонечку начал менять вид спорта В кикбоксинге себя попробовал Провел там порядка 100 боев И уже параллельно начал заниматься боксом Примерно лет с 15-14 В школе я никогда не дрался Я вел себя довольно скромно И вообще конфликтов не было Но ребята все знали, что я занимаюсь, поэтому никто не хотел самой драться Все дружили Моя страсть была к боксу И как только открыли хардкор-боксинг Я сразу начал просить, говорю Вот давай, давай мне нужно в бокс Нужно показывать себя там И соответственно договорились Подписались на бой И сейчас я планирую двигаться только с хардкором Пока только хардкор-боксинг Но я открыт к любым предложениям После того, как я завоюю титул хардкора Когда мне предложили бой с Хайбулой Я сразу согласился Я знал, с кем я буду драться Я знал про его опыт в боксе Про его регалии Видел его бои на кулачных боях На любительском ринге, на профессиональном Но как только мне сказали Вот у тебя соперник Хайбулла Мусалов Я не колебаясь, сразу согласился Сказал, давай, нужно показывать себя И по-моему, бой с таким соперником Это лучший способ зарекомендовать себя Так как я не сторонник грязного трэш-штока Который сейчас может вывести на высокий уровень медийности Поэтому мне нужно показывать себя в боях И победа над таким соперником Может меня очень высоко поднять Ну, мне кажется, что вот этот бой будет идти кость в кость Но все равно Хайбулла это заслуженный мастер спорта Ему уже 32 года А Владимиру Мазуру 23 года Поэтому он еще молод, свеж И мне кажется, что здесь до решения судей 100% дойдет Прям рубка будет колоссальная Но Мазу работает всегда вторым номером И он будет встречать и выдергивать вас Володя, я желаю тебе показать себя с лучшей стороны Я желаю, чтобы у тебя все получилось Все то, что ты задумал И самое главное, не опускай руки А то он любит понтоваться Вот так Ребят, всем спасибо за поддержку Занимайтесь спортом Придерживайтесь здорового образа жизни И смотрите хардкор Хайбулла Это будет мой дебют на хардкор-боксинге И я намерен одержать яркую победу И хорошо заявить о себе Это будет очень сложный бой для тебя ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И его соперник Я приглашаю в красный угол ринга Хищника из Дагестана Хайбулла Мусалов Меня зовут Хайбулла Мусалов Прозвища Хищник Скоро возвращаюсь в бокс Одену перчатки И бой с Владимиром Азуром Я являюсь тренером команды ЮРФ Проходим подготовку с Хайбуллом Мусалову Сильные стороны Он обученный боксер И довольно-таки опытный для его лет Очень много с титулованных ребятами Он побоксировал Так что я думаю Хороший поединок будет Я настраиваюсь на дострочную победу И тем не менее 4 раунда Я думаю покажем хороший бокс Хардкор боксинг Хайбулла не расслабился Он вышел на пик своей формы Полностью готов Ждем день боя Анатолий предложил мне по боксу И честно сказать У меня такой уже огонька нету по боксу Есть два боя Которых я наверное проведу Сейчас с Владимиром И еще наверное Какой-нибудь оппонентный найдут И потом уже переключаюсь на другую тему У меня к Анатолию такое уважение Тоже выстроилось И я думаю у него тоже это взаимно Пока я выступаю Как себя в спортивной форме буду держать Например Он мне скажет Через год-два у нас даже не будет Никакого контракта скажет Хайбулла выступит там С каким-то бойцом Бронакова Я без проблем соглашусь Спорт развивает Мне кажется Одно важное правило в жизни человека Это дисциплина Если кто занимается спортом длительное время Они меня сразу поймут Поэтому дисциплина во всем Уже вся тяжелая работа сделана Просто с весом подойти И выйти Сделать свою работу Хардкор-боксинг Смотрели его бои Подвижный парень Хорошо двигается Такая классическая школа бокса Есть свои заготовки для него Поэтому все покажем в ринге Эту подготовку можно сказать Я провел в Дагестане Там были хорошие мастера спорта Подобрали чуть под оппонента Движения и в Москве Мы с Лендрюшем порастояли Так Лендрюш уже поделился Своим опытом со мной Я с ним И вот так Другу помогаем А так у нас У каждого индивидуальное время Игорь какой Наш тренер Расписывает это время Я обычно Я обычно в день Ну как сказать Я наверное ночью дерусь Под вечер И в такое время Мы тренерку проводим Хардкор-боксинг собирается Организовать турнир 25 декабря на арене Там бы я подрался С Майклом Перри Когда приезжал сюда Кулачник Машник Ну если он согласится Мою стихию Да по боксу Или из российских Это Влад Туйнов Которые сейчас Все ждут этого боя Я думаю Если у Влада Контракт на обязательности Не будет лигой Вы можете с ним потратиться Выйди и сделай свою работу Он все сам прекрасно знает Главное без травм Вова Я тебе желаю Подойти к бою В отличной форме Потому что хищник Выходит на охоту Уважаемые дамы и господа Представляю вам Участников этого поединка И первым боксера Из синего угла Ему 23 года Он мастер спорта по боксу Его цель на сегодня Показать зрелищное выступление И одержать самую громкую победу В своей карьере Он никогда не ищет легких путей И всегда готов драться Только с лучшими Давайте поприветствуем Боксера из Москвы Владимир Мазур Боксер и его соперник И его соперник Он напротив Выйдет на поединок Из красного угла Боксер из села Чох Камуна Республика Дагестан Ему 31 Он мастер спорта международного класса По боксу Серебряный призер Европейских игр в Баку Неоспоримый чемпион Лиги Хардкор Файтинг Чемпионшип В весовом дивизионе До 77 килограммов И сегодня он Принимает вызов Амбициозного претендента И намерен пополнить свой рекорд Очередной победой Поприветствуем Хайпула Хищник Мусалов Парни Вы отлично Знаете Правила Но вам их Еще раз напомнит Рефери поединка Сергей Летунов Ну что друзья Вот мы и дождались Главного поединка Нашего карда Владимир Мазур Попробует Как правильно сказали Допиться наверное Своей самой главной победы В карьере В поединке С Хайбулой Мусаловым Но я уверен что у Мусалова Совершенно другие Цели и задачи И мечты Я уверен что Он намерен сохранить Ноль в графе поражений Посмотрим Сейчас будет интересно Как раз При том что Владимира Мазура Тоже тот самый нолик Во второй строке Скажем так Рекорда Находится Хайбулла как всегда В своей манере давит Хайбулла сейчас будет корпус отбивать Он очень жестко бьет по корпусу Ну а пока Владимир двигается На ногах Опа Зажимает его Хайбулла Много движений на первых секундах От Мазура Такого Мне кажется Мазуру здесь и придется Много двигаться В принципе Это его манера Как бы Ну и по-другому Наверное Против Хайбулы Невозможно действовать Без движений Будешь пойман в ловушку Моментально Стоп Бокс Хайбуллак я понимаю Дебютирует в харккорбоксинг Да Первый поединок его Именно в ринге Понятное дело Что вам дорогие болельщики Спортсмен известен Не понаслышке Я уверен Что у него богатая База фанатов Но именно в ринге Мы его видим впервые В данной организации Да Так Ну в принципе Рисунок встречи Нам уже понятен Да Хайбулла будет давить Пытаться Нагнетать на оппонента А Владимир на скорость Ну он себе не изменяет Да Это его Ну я думаю Это было предсказуемо Что поединок будет развиваться С первых минут Именно таким образом То есть ничего такого Сверхестественного Или что-то неожиданного Мы пока не видим У Мазуру тоже Я как понял У него дебют По профбоксу Он до этого По любителям выступал Москву выигрывал А сейчас у него тоже Дебют по профбоксу Именно в хардкор боксинг Дебют А так по-моему Если не ошибаюсь У него есть бои В бокс реке Да-да-да В бокс реке Не устоят Стоп Если не ошибаюсь Три победы у него В профессиональном боксе Пока все на встречных курсах И очень много клинча Нет, Владимир пока Выглядит уверенно Никакого смятения Глядит Наверное Более Опытным соперником Тут в принципе Разница в возрасте Тоже заметная Наверное В данной ситуации Мусалова Можно бы называть Опытным На фоне Мазуру Конечно Он Слушаем команду Выполняем Очень колоссальный опыт Он и по полупрофессионалам Боксировал Там 5 раундов Бои до финала Плюс любительская карьера Нет, но тут сам факт Серебро Европейские игры Он тоже о многом говорит Плюс его засудили же Он в этом бою Не проиграл Золото чистый То есть На домашний Там же поймали на допинг Его Пофессионалес не боксировал Мы поймали на допинг Хорошая деталь Спасибо Хороший бой Тут потихонечку Пока вы там Выясняете Александра Да, вмешивайся Прерывай нас Достаточно Прям Владимир не тушуется И тоже То есть То есть Того, что многие ожидали Что в первых минут Мы увидим Односторонний поединок Такого По крайней мере В первом раунде Мы точно не видим Хейбула пока не может Он не бьет пока еще Он давит Одиночные удары Не больше То есть По двигающей мишени Наверное Не может Хейбула Попасть Так конкретно Пока именно Такой вот Клинч Владимир смещается Бьет Проваливаешь Сразу отвечаешь Сразу отвечаешь Выходишь После атаки Понял? Провалил Ответил Ушел Провалил Ответил Ушел Чуть дистанцию Поздно начинаешь Понял? Понял? Ты здесь И ты справка Вообще Ты прочувствовал Поним? Просто справа Пораньше Начинай Ты отсюда Редактор субтитров Субтитры делал DimaTorzok Не то, что ознакомливались боксеры друг с другом, но что-то такого акцентированного мы не увидели Стоп! Владимир уходит все время в свою правую сторону, дабы избежать удара справа, насколько я понимаю, от Хайбулы Разумно Вот сейчас зажимает Хайбула соперника и снова клинч Стоп! Он постоянно уходит в свою правую сторону Да, это наработка тренерского угла Я думаю, да В целях выживания Инстинкта, так само сохранение Ну, Хайбулла как там, вперед просто вперед и все Такой ощущение даже не подзадохнулся Так что он на разминке поспотел чуть-чуть От чего ему задыхаться? Он все-таки двигает на порог Доставая соперника, который перемещается Я думаю, что он хорошо готовится Он очень хорошо готовится Гаджи же нам только говорил, что Хайбула не перестает тренироваться Да, не выходит из зала Вечером он вообще пахарь конкретный Мы же с самой командой И я это наблюдал Мы с ним даже спарринговались Я и с Мазуром спарринговался Стоп! Ну, с тем и с тем стоял То есть прям ты с теми, да? Я и помогал Хайбуле, да, на спаррингах Мазур, да, он всегда так боксил Вот пять лет назад я с ним спарринговался Он так же двигался на ногах Такой шустрый был, но безударный Хайбула очень жестко бьет Если вот Мазур из-за этого не стоит Постоянно двигается, чтобы не дать Хайбуле ударить Потому что Хайбула может пробить очень сильно Просто видишь, сразу бояжит, да, не дает работать Он опять же надолго это не хватит Сейчас по корпусу было достаточно сильно с левой руки Вот опять голова Ну, я думаю, судья должен какое-то замечание сделать Головой вперед идет, да? Он постоянно головой обнимается В рациональном боксе надо до замечания, мне кажется, делать Ну, это тоже часть тактики В клинчите это не запрещено до поры до времени Ну, вы, кстати говоря, сказали, что Хайбула и днем, и ночью в зале То есть, по сути, он сейчас в ринге отдыхает, да? Потому что самое тяжелое, наверное, в карьере всех бойцов Это подготовка Сам бой-то, наверное, кайф Да Это выходной, по сути, да Самое тяжелое Ну, сейчас надо выйти и получать удовольствие В принципе Ну, хорошо Ну, и при этом Владимир тоже ответил неплохо Левой рукой Да, ну да Ну, Владимир не тушуется То есть, он Как бы не тушуется Он понимает четко, что перед Хайбулой нельзя стоять Но в то же время пытается постоянно тоже бить, отвечает Да, Хайбулей не так легко подвигут мишенник Попадать постоянно Да, но Хайбулей это не нравится Он ему говорит, иди сюда, будем здесь Вот сейчас Смотри, он его поймал Как раз таки Вот То, что и нужно, наверное Тайм! 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 Не-не, вот После Ну, вот концовка, да, получается, второго раунда Как раз то, что нужно было Хайбулей, в принципе, всегда Ну, я думаю, что он сейчас третерант, наверное, так и будет работать Но это опять же надо поймать двигающего соперника Это тоже не так просто Садишь назад канатом Покажи Пам-пам, да? Ага Больше влево-вправо Больше влево-право Назад-назад и в сторону Назад-назад и в сторону Окей Все четко Покороче Не надо, не смотри Не надо, не смотри Не надо, не смотри Пусть он не заводить Воду? Вон вода улога Эй! 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 Пустите меня. Бокс. Владимир такой прям классический, прям у него такая стойка, прям такая любительская, классика прям, чем на канну. Ну смотри, в начале раунда-то он несколько раз попал, а пока не отвечает. Ну такая битва-тактика на самом деле, вроде может как-то удар, а сейчас Мусалов хорошо попал, да. Точно почувствовал на себе этот удар Владимир. Хотя сказать, что мы вот наблюдаем, вроде как бы какой-то невзрывной бой, да, но при этом он интересный, там битва-тактика. Один пытается зажать, другой пытается на движении, на ногах перебоксировать. Хайбула в очередной раз своему сопернику говорит, подними руку. Вот зажал Хайбула Владимира. Да, я наверное правильно подсказывал Хайбуле, да, что побольше ударов нужно наносить. Да, умело Владимир выходит из неудобных положений, когда его оппонент постарается зажать то в углу, то у каната. Он все равно как-то хоп-хоп-хоп и выделяется сразу. Молодец. Да, 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 молодец. Справа, да, прозевал Владимир. Прям такой подготовленный удар, кажется, как и был и прошел. Держать, держать. Прямо. Правильно подсказывает из угла Владимира, что нельзя оставаться, потому что это очень чревато. И как услышал свой угол, сразу Владимир начал снова красить. Опять вяжет, но какое-то замечание уже надо сделать. Пока просто разнимает рефери бойцов. Да, удар по затылочку был, конечно. У нас такое временное затишь, что мы в ожидании, что же произойдет на ринге. Поэтому... Ну, на самом деле, здесь чуть-чуть как бы пропадает именно... Мне кажется, Хайбуле надо чуть-чуть расслабиться и попробовать именно попытаться тоже чуть-чуть подергать его, а не просто давить. Стоп! Стоп! Раз уже не получается. Раз не получается, может быть, стоит чуть-чуть... Сняли байл, да. Ну, честно, надо было снять, потому что уже какой раз, раз в десять у него. Понятно, что это его работа, ему надо так лизать. Рефери услышали, Лендруша, да. Потому что он уже давно говорит, ребята, пора снимать бал. Закончился третий раунд. И к концу третий раунд тебя услышали. Это же прекрасно. По скорости два раза тебя проигрываю. Два раза проигрываю. Хорошо. Ушел в сторону. По корпусу чуть-чуть поработай. И помягче хайбу. Вот эти движения поделай, да. Поехали. Угу. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Хайбула, ну я думаю, одна из фраз просто года в единоборствах, это будет «иди сюда, давай подеремся», сказанное тобой во втором или третьем раунде. Это было правда сильно. Скажи, как тебе бой? Чем ты был недоволен? Поведение, именно спортивное, в части тактики ведения боя твоего оппонента. Всех приветствую, люди хардкора. Привет, Анатолий. За бой сразу скажу, да. В бою это психологическая атака, больше ничего личного. Женя, так что я его призывал драться, но у него такой стиль, как он сказал мне, да. У каждого стиль бокса свой. У меня агрессивный, у него такой контратакующий. Наскучил уже, да? Просто не ощущаешь костяшкой лицо человека, как-то совсем другое ощущение. За бой с Вагабовым, как думаешь, кто забрал бы, ты или Вагабов? Вагаб 100%, не только со мной, я думаю, с любым, с любым, я думаю. Вагабы с ним не вышел. Я шучу, парни, я шучу. Да, так, спасибо всем, кто за меня пережил, поддерживал. Спасибо хардкору, спасибо Анатолию, спасибо люди хардкора, вся судейская коллега Федерации бокса России. И, кстати, Умар Назальевич, наверное, посмотрит, когда мы вместе зайдем туда, насчет моей медали пообщаться. Пообщаемся обязательно. Да, так что, Умар Назальевич, скоро в гости зайдем. Иди сюда, Вова. Боксера. Боксера. Ну что, Вов, что ты можешь сказать по прошествии поединка? Скажи, на что ты рассчитывал? Какая была таксика в этом поединке? Как тебе бой, Жень, в целом? Вова, 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 лешащий. Хотелось бы, конечно, благодарить Лигу, во-первых, за то, что предоставили мне возможность подраться, наверное, с самым сильным оппонентом здесь. Считаю, что неплохо провел бой, я выбрал контратакующую манеру и придерживался ее. Попадал достаточно, пропускал мало. Какие-то судьи отдали бы и мне победу. Где-то по ситуации, все по ситуации. Вова, тормози, смотри. Я тебе предлагаю, как более старше, молодому сказать, поражение тоже надо достойно принимать. Это профессиональный бокс, и мы не на любительском уровне. Даже на любителе, здесь, наверное, судьи не зря просто так сидят. Так что, Федерация бокса России, там компетентные судьи. Конечно, конечно, все, судьи оценили бой. А почему ты считаешь, что какие-то судьи отдали бы победу тебе? Какие-то это не в смысле, что где-то что-то там оговорено. А просто все ведут бой по-разному, все ведут бокс по-разному. Мне кажется, здесь был бокс очевиден и однозначен. Возможно. Я не компетентен, но честно, здесь есть человек, который компетентнее меня в боксе в тысячу раз. Вова Мышев. И, ну вот он говорит то же самое, что Хайбула, правда. Я просто зритель. Но вот соведущий у меня в этих четырех кардах. К слову, давайте поаплодируем Вове Мышеву. Крутейшие, компетентные вопросы, классные соведущие, профессиональный спортсмен. Этого много стоит, Вов. Тебе, правда, огромное спасибо, потому что ты привнес, я считаю, очень многое в интервью после боя. И я думаю, все это обязательно отметят. В кулачку. Готов ворваться в свой вес? Пока что в первую очередь бокс. Бокс? Да. Кого видишь себе в оппоненты? Всех. Любого. Любого в любой момент. Ютуб любит конкретные имена. Это так, на будущее. Если бы выиграл, легко было бы сказать. Согласен. Согласен. Скромность украшает. Хорошо, спасибо тебе за этот бой, как бы он ни прошел. Парни, я считаю, это был крутой мейн-эвент. Я не могу сказать, что он был, может быть, суперконкурентным. Он был разный, стилистический, на мой взгляд. Интересен он аудитории или нет, это скажет аудитория в комментариях. И, надеюсь, поддержит этот выпуск лайком и репостом в своих социальных сетях. Всем спасибо. Это был Hardcore Boxing. Подарки от спонсоров. И мы закрываем этот ивент. Ну, а это еще не все, друзья. Ведь 25 декабря на ЦСКА-арене состоится долгожданный стадионный турнир по боксу, где встретятся лучшие из лучших. Гаджи Автомат Наврузов против Тимура Витязя Слащинина. Тимур Золотой. Мусаев против Шамиля Охотника Джагбарова. Все звезды Hardcore Boxing мирового бокса уже этой зимой на ЦСКА-арене. Билеты доступны по ссылке в описании. Все подробности там же. Не пропусти самое грандиозное событие в мире российского бокса этой зимой. Ну что, люди, хардкора, вот и закончилось. Первая стадия отбора Гран-при Хардкор Боксинг. Сегодня мы узнали всех участников одних восьмых финалов. Это были невероятные бои, невероятные мейн-эвенты. И вместе с нами вы, люди хардкора, зажигаете новых звезд российского бокса. Делитесь этим видео со своими друзьями. Репостите его в ваших социальных сетях, потому что именно вы вместе с нами развиваете спорт и бокс в России. Это был Hardcore Boxing. Увидимся совсем скоро. Как ты считаешь, почему бои Никульно смотрят? Ну это скукотища. Объявляем рубрику «Минутку». Камил Гаджиев против Тимура Никульна. Ваш автодисмент, друзья. Ты вышел на кулачки, оботрался. Вопрос влага был. Вон, ринг «Минутка», я готов. Я, получается, ногой на голову наступлю, и будет он. Ну, что вы... Асбаров Папин на турнире в Дубае в Маркет. Слушай, на мне хотелось. Сейчас я сказал по-моему. Я этого тебе не дам. Слушай, так крепко лежат. Ну, бой сумасшедший. Этот бой может даже не раскачивать. Здесь даже трэш-ток не будет. Я бы на твоем месте вообще с Мэйвейзером пообщался. Мы с ним общаемся.